Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он вызывает улыбки, притягивает взгляды Как тебя воспринимает общество Зависит во многом от твоего умения общаться с людьми Я думаю, что каждый из вас хотел бы, чтобы про него говорили такие красивые слова Как я сказала сейчас про подсолнечник Если у человека есть чувство юмора, вежливость, доброжелательность Тогда, конечно, такие слова он услышит часто Но бывает и совсем по-другому Этот яркий солнечный цветок Символ людей, которые помогают окружающим и словом, и делом Относятся благожелательно к окружающим людям Всегда искренне радуются Пытаются понять радость и огорчение настроения окружающих Про таких людей мы говорим, что они душа компании Я думаю, что каждый из вас хотел быть бы душой компании Но, к сожалению, не всегда бывает так Есть и другие растения Например, цветок чертополоха Он тоже вроде бы симпатичный Но очень колючий, неприятный И никто его особенно не любит И грубость, невоспитанность, недовольство У меня, например, ассоциируется с этим цветком Вы, наверное, поняли, что надо уметь правильно общаться Поэтому тема нашего сегодняшнего урока Учимся общаться Конечно, на уроке у нас сегодня тоже будут вопросы Их будет несколько Мы на все найдем ответ Вопросы наши сегодня Приятно ли со мной общаться? Умею ли я разговаривать с окружающими? Умею ли я спорить? И как же стать интересным собеседником? Многие задают себе этот вопрос И делают много попыток Но не всегда получается Я попытаюсь вам в этом помочь Итак Когда начинается новый день Каждый из нас знает, как бывает обидно И как портится настроение Если кто-то толкнет И не извинится Скажет грубое слово Или будет шутить, когда вам совсем не до шуток А вот солнечная улыбка И приветливые слова Сделают ваш день ярким и радостным И, конечно же, если вы хотите жизнь прожить в согласии с другими людьми Вам необходимо учиться общению И зачем мы общаемся? Обмениваемся информацией Общение побуждает нас к действию, поступку, к мысли И при общении мы ждем ответную реакцию И сейчас мы с вами посмотрим Как же все-таки общаться правильно Итак, давайте посмотрим на эти фразы И подумаем, какие же фразы вы чаще всего произносите Итак, наша тема сейчас Общаемся правильно Мне неприятно видеть, как ты списываешь Я думаю, что ты объяснял слишком сложными фразами Ну, сказано красиво, вежливо А давайте переведем на тот язык Который чаще вам приходится слышать Только бездельники и дураки списывают на контрольной Ты никогда не умел объяснять Все время орешь Я думаю, что фразы вам знакомые К сожалению, мы привыкаем общаться неправильными фразами И доставляем неприятные ощущения И отрицательные эмоции Не только окружающим, но и себе Поэтому давайте говорить правильно Еще приведем примеры Итак, общаемся правильно Мне кажется, ты был взволнован Подумайте, какая может быть неправильная фраза Или Ты сейчас очень громко говоришь Перевожу Как не нужно говорить Ты какой-то психованный Бесишься вечно Или Ты что кричишь? Думаешь, я не понимаю? Я бестолковая? Я думаю, тоже знакомо И я думаю, что в будущем вы будете такие фразы избегать Еще один пример Наш правильного общения Итак Сейчас ты ведешь себя не совсем корректно Или Для меня важно, чтобы мы друг друга выслушали Как это обычно звучит Опять ты обзываешься То вчера Яну обозвал То помнишь, на прошлой неделе со мной грубо разговаривал Или Я тут целых полчаса распинаюсь Ты меня не слушаешь Как с тобой можно разговаривать? Ну, вот примерно такое общение К сожалению, мне приходится часто наблюдать И вам тоже Хотелось бы, конечно, по-другому Давайте еще один пример Рассмотрим с вами Когда ты закончишь свои дела Сообщи мне Мне бы хотелось поговорить с тобой Или Ты действительно написал интересное сочинение Однако Над грамматикой следует еще поработать Как это звучит в обычной жизни Да отвлекись ты, я хочу тебе сказать Ты, конечно, молодец Но у тебя много ошибок Плохой почерк и сложные формулировки Ну, это так еще близко Ну, так тоже бывает Когда мы неправильно общаемся Возникает ситуация спора И мы начинаем друг другу что-то доказывать Как же проходит спор? Посмотрим Итак, надо во время спора Обсуждать какие-то факты Явления, события Нужно выслушивать аргументы За и против Нужно сравнивать мнение И только тогда в споре Можно найти истину Ну, конечно же Противоположное Никак не поможет решить спор Забывать о доказательствах Не выслушивать возражения И не интересоваться ими Навязывать свое мнение Здесь неправильный подход к спору И так делать нельзя А спорить нужно Очень грамотно, корректно Доказывая свою точку зрения То есть нужно внимательно Выслушивать мнение оппонента И с уважением относиться К его точке зрения А вот совсем нельзя Воспринимать возражения Как личную обиду Тут уже предмет спора забывается И в силу вступают амбиции И возникает конфликт Конфликтная ситуация Из него нужно Из этого конфликта Нужно выходить Как? Самый простой способ Это мягкий вариант Решения конфликта Используем юмор Компромисс Уступки Сотрудничество Понимание И тогда конфликт Завершается радостно Для каждой из сторон Второй вариант Решения конфликта Это жесткий Здесь в ход идет все Угрозы Оскорбления Грубость Агрессия Насилие Или Разрыв отношений Я думаю, что вы понимаете Такой вариант Решения конфликта Абсолютно неприемлемый Бывает вариант Решения конфликта Нейтральный Безразличие Равнодушие Уход от решения Проблемы Что это значит? А я не знаю А мне все равно Делай как хочешь Ну, я думаю, это тоже не совсем правильно Я предложила тебе Три варианта Решения конфликта Но ты выберешь Правильное решение Я в этом уверена Для общения мы выбираем какие-то качества в человеке Давайте посмотрим, какие Есть группа качеств, которые нам всегда нравятся Порядочность Доверчивость Доверчивость Честность Доброта Открытость Душевность Тактичность Я думаю, что вы этот список можете продолжить Эти слова мы применяем, когда говорим о человеке положительно Ну, если нам хочется, нужно, приходится о человеке говорить отрицательно Мы говорим Используем такие слова, как Зависть Скупость Лицемерие Лживость Подозрительность Грубость Невоспитанность Ну, и, конечно, наши два символа Цветок подсолнечника И колючий цветок чертополоха Показывают нам, какие из этих качеств больше будут приятны И будут привлекать людей И какие качества помогут вам общаться И несколько правил общения Как всегда, мы с вами на уроках развития личности Я буду делиться некоторыми секретами Сегодня эти секреты относятся к общению Первое правило Улыбайтесь Искренне интересуйтесь другими людьми И поощряйте их говорить о себе Помните, что имя человека Это самый приятный и важный для него звук Да, нужно знать фамилию человека Но обращаться к нему нужно по имени И уж ни в коем случае Ни по каким-то не использовать какие-то клички Будьте хорошим слушателем Нужно уметь не только говорить Нужно уметь выслушать человека Говорите о том, что интересует вашего собеседника Не осуждайте своих знакомых в присутствии других людей Не сплетничайте Это никак не украшает общение И секретик первый Чаще улыбайтесь людям Улыбка – визитная карточка друга Улыбка – сигнал Я твой друг Улыбка поможет успокоиться И улыбка ничего не стоит, но очень многое дает Секретик второй Нужно узнавать мир других людей Необходимо учиться понимать Что же хочется другому человеку Мы становимся интересными и нужными Только когда разделяем увлечения другого человека Секретик третий Надо уметь доверять И надо заслуживать доверия Доверие – это главная ценность в отношении Если вы доверяете человеку Тогда вы можете с ним дружить Это очень важное качество Секретик четвертый Умейте выслушивать людей И принимать их мнения Очень сложно, но надо учиться Выслушивать людей, не перебивая Все, что люди говорят, для них очень важно Даже если и вам кажется, что это второстепенное Ни в коем случае нельзя сходу все отвергать Нужно выслушать, подумать и только потом высказаться И в завершении урока подумайте Вспомните ваш день с утра Сегодняшний день, может быть, вчерашний Как вы общались, каким тоном У вас была доброжелательная интонация Или вы чаще говорили раздраженно А может, вы повышали голос? Подумайте, каких диалогов в течение твоего дня было больше И почему И подумай, а как должно быть Чтобы людям было приятно с тобой общаться И пожелания в завершении урока Пусть общение всегда будет приятным и позитивным Спасибо, ребята, за внимание До свидания Субтитры создавал DimaTorzok